Ну что, друзья, так получилось, что ролик прервался, пока я закреплял телефончик. Поэтому говорю вам на всякий случай, добрый день. Вдруг я придумаю сделать два ролика, чтобы не сшивать, а вот это время не тратить. Напомню, что мы с вами прокатились по Сочинскому шоссе. Посмотрели, что как, доехали до улицы Маяковского и Моряков. Посмотрели эти замечательные виды, вот отсюда красиво. Пока, не смотрите, пока слева у нас не очень красиво. Уже говорил, что пока готовится документация, строить не можем. Как сможем, так построим. Как будет все согласовано, без документов строить наше время нельзя. Да вообще нельзя. А я прокачу вас с улицы Маяков в Ку-го. Моряков, Маяков. Знаете куда? На Мариинское шоссе, только другими окольными путями. Я проходил участок с улицы Маяковского шоссе в сторону моря, сюда вот, где мы только что проезжали. Но другими маршрутами. Тут была пешая прогулка, а это автор и другим Макаром. Посмотрим, как живут люди в этой части Лазыцкого. Блин, знаете, что я хочу? Чтобы лето не кончалось. Не, я сейчас выйду, то-се, а потом опять он мне собьется. Хотел сфотографировать вам аэродром. А может быть я и сфотографирую. Я сфотографирую его на другой телефон, но вы буквально секундочку подождите, пожалуйста. Никуда не уходите. Я припаркуюсь, чтобы никому не помешать. Как-то не так давно я выкладывал фото аэродрома еще до того, как не было строений. И сейчас хочу снять вам со строениями. Сделаю фото. Момент. Момент. Все, я быстро. Не прошло и полгода. Скажу вам так, что сфотографировать, не заходя на территорию частных домовладений, за забор, практически невозможно. Но я имею в виду, чтобы был полный объемный вид с коптером. Да, можно было бы снять. Это улица Моряков. 16-й дом, вот я обратил внимание. Зато нашел какую-то интересную дорожку. Куда-то ведущую вниз. И мне прям, знаете, теперь есть цель какая-то определенная прогуляться этим маршрутом. Посмотреть, куда же она ведет. Каким домиком. Моряков 22. Узенькая дорожка, конечно. Но зато здесь не страшно глобальное потепление. Если глобально потеплее, то море подымется хоть на 30 метров. Пофиг. Так как мы наверху. Вот туда вверх я ходил, а вниз не ходил. Мы сейчас спускаемся в сторону Мариинского шоссе. Там дальше Тхагапш, Алексейская. Вот там вот до реки мы с Михаилом прогуливались. Такие достаточно крутые повороты, скажу я вам. Вот мужчина разворачивается. Точнее, не разворачивается. И пытается подняться. Вот он у меня вступает. Спасибо ему большое. За то, что позволил мне спуститься. Здесь, кстати, тоже можно попытаться сфотографировать. Я не знаю, получится ли это. Нет, пришедомов. В общем, мы уже на Мариинском шоссе, друзья мои. Уже Мариинское. Вот спускаемся. Так живут люди. В Латвисском тоже. Домики есть всякие. Разные. Они красивые. Очень красивые есть. Ну и те, которые требуют вмешательства, так сказать. Виды отсюда просто фантастические. Я вам скажу. Вот с этой стороны, соглашусь, кто-то мне в комментариях писал, что вот с этой стороны красиво. Согласен. Согласен, что тут, может быть, даже какие-то определенные ракурсы вообще идеальны. Намного лучше, чем с Мариков. Но нам с Мариковского нравится. Мы когда приехали, посмотрели, сразу влюбились в эти виды. Поэтому решили там вот, в станции. Знаете, вот тут вот была возможность сфотографировать, но нет возможности остановиться. Поэтому давайте сделаем, знаете как, я как-нибудь прогуляюсь пешей по конному, сделаем прогулочку, и тогда у меня будет возможность и фотографировать, и все на свете. Когда я буду не обременен автомобилем в то время. А у нас тем временем вышло солнышко. Световица его не было, зато сейчас пытается пробиться. Как раз через несколько минут. Нет, я сейчас сначала прогуляюсь кое-как где-то. Съезжу, наверное, на аэродром, там прогуляюсь. А потом, а потом съездим, посмотрим на солнышко у моря. На дневной обзор. А все, на этом лимит. Больше никуда сюда не пойду. Ну, а вам еще дополнительный маршрут, как мы с Маринского въезжаем в центр. Прокатились, короче. Ух ты, да какие же молодцы. Это я сейчас про набережную. Вот, не знаю, сейчас, либо несколько попозже сходить. Сейчас пока просто прогуляться по аэродрому. Показать вам что-то как. Потому что изменения там в лучшую сторону. Ну что, друзья. Всем говорю до свидания. Всем пока. До новых встреч в эфире. Я уже приехал туда, куда хотел. Сейчас здесь ставлю автомобильчик. И дальше будет пешая погонная прогулка. Всем пока. А что, я не выключился, да? Так.